В этом видео вы узнаете об интересных фактах о работе сердца и сосудов. Сердце поистине самый трудолюбивый орган, неимоверно выносливый. И я расскажу вам об интересных фактах, которых наверняка вы не знаете. И думаю, что эти знания привьют у вас еще большую любовь и уважение к вашему организму, к своему сердцу. И у вас появится желание облегчить его работу и поддержать его. С вами доктор-кардиолог Гончаренко Олег Вадимович, ведущий курса «Здоровое сердце и сосуды на 100%.» И я как раз сторонник такого целостного подхода к лечению, к исцелению сердца и сосудов. Чтобы не допускать лечения с помощью хирургического ножа, операции, с помощью длительного фармаколечения, разработан курс, пошаговая программа, которая позволяет пациенту освободиться от вредных привычек, нормализовать свой вес, нормализовать питание, физическую активность, раскрыть свое сердце любви, радости, стать счастливым, довольным человеком. И вот эти основные вещи, которые относятся к факторам риска заболеваний, если их не учитывать, то они позволяют поддержать ваше сердце и сосуды и восстановить полностью их здоровье. Большинство людей предполагает, что сердце работает без передышки всю жизнь. На самом деле, не совсем это так. Между сокращениями сердца есть паузы. И если сложить все эти паузы, то на протяжении средней человеческой жизни сердце отдыхает 20 лет. Какой интересный факт. Когда человек чихает, то сердце тоже делает паузу в работе. Объемы крови, которые перекачивает сердце, они потрясают, конечно. За одну минуту сердце перегоняет около 5 литров крови. То есть, соответственно, в час перекачивает 300 литров крови. Однако, во время физической нагрузки объем перекачиваемой крови сердца в минуту может возрастать с 5 литров в минуту до 30 литров. То есть, в 6 раз. Интересное сравнение, что во время одного удара с желудочком сердца совершается работа, при выполнении которой можно поднять предмет весом 200 грамм на расстоянии 1 метр. Примерно такая же выделяется мощность. По поводу сосудов. Интересный факт, что наверняка вы на этой картинке видите крупные сосуды, аорта, самый крупный сосуд. Потом делится сосудистая литров на более мелкие сосуды, артерии, артериолы и заканчивается капиллярами. Капиллярами, в пазлическом переводится как волос, то есть, это микроскопические такие сосудики, которые уже подходят, собственно, к клеточкам и питают их. Так вот, было посчитано, что общая длина всей сосудистой системы человека составляет огромное состояние, 100 тысяч километров. такой длины достаточно, чтобы 22 раза обмотать нитью земной шар. То есть, вот такое огромное расстояние. И интересные еще факты. По размеру сердца, сердце обычно по размерам, как сжатый кулак человека, по весу у женщин меньше немного, у мужчин чуть больше, 250-350 грамм. Вот такой вот компактный, но выносливый, мощный насос. Специалисты рассчитали, что по запасу прочности сердце рассчитано на 150 лет работы. Вот, но из-за непонимания здорового образа жизни, из-за того, что происходит воспаление в организме, из-за упорка сосудов, то имеем тот факт, что люди, многие, не доживают и до 50-60 лет из-за явления атеросклероза. Вот, когда происходит закисление крови, хроническое воспаление в сосудах, и на эти воспаленные сосуды уже откладывается холестерин, перекрывая проток в сосудах. И это вызывается такие заболевания, как ишемическая болезнь, атеросклероз, гипертоническая болезнь и кровные последствия инсульта и инфаркта. Вот, с какой же скоростью перемещается кровь по сосудам? Вот, когда тело находится в состоянии покоя, требуется всего лишь 6 секунд, чтобы кровь от сердца дошла к легке. Либо 8 секунд, чтобы от сердца кровь достигла головного мозга. И 16 секунд, чтобы от сердца добраться до кончиков пальцев и вернуться обратно. Сердце начинает работать у плода во время беременности уже во время четвертой недели. И частота сердечных сокращений у женщин немного выше, но в среднем составляет порядка 70 ударов в минуту. И тоже может меняться в зависимости от физической нагрузки. Вот, интересно, относительно новые исследования, во время выброса крови в аорту из левого желудочка кровь, она не хаотично выбрасывается из желудочка. Нет, оказывается, она имеет свои струи и потоки. И каждая струя уже направляется в определенный орган. Вот, и по распределению крови 5% крови идёт на кровоснабжение, на питание самого сердца через коронарные сосуды. Около 20% крови идёт в ЦНС головной мозг. И по потреблению от кислорода и энергии мозг забирает больше всего энергии из других органов. Поэтому, если вы наблюдали, у вас умственная очень большая активность, то хочется больше кушать, падает глюкоза в крови. В принципе, и состояние неврозы, когда много мыслей в голове, вот поэтому и человек переедает и тратит больше сил. Поэтому важно иногда и выключать свои мозги, свой ум и быть в состоянии просто наблюдателя. Около 20% поступает в почки. Вот, однако в теле человека есть органы, которые не получают непосредственного питания через сосуды. Это роговица глаза. Ну, также я знаю ещё и хрящи. То есть у них диффузный тип питания через межклеточную жидкость доставляется к ним питательные вещества и кислород. Интересный факт, что доказывающий пользу быть в радостном состоянии и чаще смеяться. Оказывается, во время смеха сосуды расслабляются и сердцу легче выталкивать кровь и облегчается работа сердца на 20%. Поэтому, если у вас уже есть гипертоническая болезнь, чаще смотрите камень и чаще радуйтесь, смейтесь. Вот вам и смех заменит вам приём сосудорасширяющих препаратов. Обладает ли сердце регенерацией? Да, научные исследования показали, что сердце может восстанавливаться, могут прорастать и новые сосуды в сердце и восстанавливаться мышцы. Но этому способствует ощелачивание крови и снижение нагрузки на сердце. Сердцу сложнее качать кровь тогда, когда больше периферическое давление. Ну, скажем, если у вас в раковине и на кухне забилась труба, то чтобы вода ушла в сток, надо прилагать больше усилия, чтобы её прозолкнуть. То есть, когда есть узкое отверстие, то повышается давление в сосудах. В принципе, это и происходит при... Это один из симптомов и метаболического синдрома, и гипертонической болезни, когда увеличивается общее периферическое сопротивление. Также это происходит, когда повышается масса тела человека. Вот. Один лишний килограмм массы тела повышает давление на 1,5-2 мм артутного столба, ну и, соответственно, сердцу приходится выполнять большую работу. Ещё состояние кислотности, щёлочности важно. Вот в кислой крови замедляется газообмен, то есть кислороду сложнее переходить в скании, и снижается уровень углекислоты. За счёт этого происходит спазм сосудов. Ведь углекислота, интересное её свойство, кажется, вроде балластный газ никому не нужен. Нет. Оказывается, это нужный газ, который способствует снятию спазма с сосудов. Поэтому вот и в йоге, и в древних трактатах описано, что задержка дыхания, она может быть целительна. Когда человек задерживает дыхание, накапливается углекислота, и если обращали внимание или поэкспериментируете, у вас может покраснеть лицо, то есть раскрывается капилляр. Как раз за счёт этого эффекта. Поэтому следует чаще, я считаю, моим коллегам-кардиологам рассказывать это пациентам, чтобы не только регулировать работу организма, давление, работу сердца с помощью препаратов, будь то бета-благаторы, ингибиторы, ангиотензим, превращающие афермито-мочегонные, следует знать эти физиологические особенности и рассказывать пациенту, как позаботиться о своём сердце, не прилагать каких-то особых усилий. Вот. Ну вот и на первом месте, как врач-кардиолог, я бы рекомендовал, что это освободиться от невроза, от беспокойства. Сердце, если вы знаете, когда вы испытываете страх, беспокойство, вы чувствуете, как сердце начинает биться чаще, то есть возникает тахикардия. Это происходит и из-за стрессового влияния организма, со временем, находится в состоянии стресса, и выброса стрессовых гормонов, таких как норадреналин, адреналин. Поэтому научиться владеть своими мыслями, своими чувствами и принять себя, принять свою жизнь, уходить от борьбы с чем-то и с кем-то. Вот. И вот найти эту гармонию в себе, в своей душе. Это очень большой шаг к выздоровлению. Я хочу сказать, что я встречал в своей жизни людей, спортсмены, очень крепкие физические, они даже не имели лишнего веса, но они пережили инфаркт. И вот как раз детально общаясь с ними, я узнавал, что вот они либо депрессии у них, либо какие-то волнения или проблемы, связанные с работой. То есть тут все-таки на первом месте стоит ваше психоэмоциональное состояние, потому что орган сердца – это не только механический насос, но и воспринимается в психологии как вместилище любви и сострадания в человеке. Развиваете качество, вы укрепляете свое сердце. Вот на втором месте по важности, как же можно помочь ваше сердце, я бы поставил питание и, как следствие, лишний вес ожирения. Сейчас очень распространена пищевая зависимость. Люди едят не из-за того, чтобы получить необходимые силы, энергию, строительный материал для тела, а ради удовольствия. И сами продукты рафинированные, они способствуют тому, чтобы человек к ним привязывался и у него была просто потребность их кушать. То есть те же легкоусваиваемые сахара, они вызывают вот такую зависимость. И человек такой, в среднем человек, современный, питаясь обычно, находясь в несмешанном питании, на всеядном питании, он к 40-50-60 годам накапливает лишний вес, лишние токсины, закисляется организм. И вот поэтому сейчас и распространенность заболеваний сердца, сосудов, они зашкаливают, они самые высокие среди других болезней, там порядка, вот в странах СНГ, Украина, Россия, это 65% причин смертности является как раз заболевания сердца и сосудов. Вот из-за такого, скажем, тотального безграмотности в питании, переедания, закисленности организма. И следующие вещи, которые помогают организму, это физическая нагрузка, да, хотя при самой физической нагрузке может повышаться, не может, а повышается, и это сердцебиение, и повышается минутный объек кровотока с 5 литров в минуту до 30 литров в минуту. Но это, это служит как тренировочный процесс, в сердце тогда усиливается метаболизм, обновляется быстрее обмен веществ, и это укрепляет сердце. Обо всем об этом я рассказываю на курсе «Здоровые сердца и сосуды», который как раз направлен для пациентов с кардиологическими заболеваниями, такие как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, метаболический синдром, нейроциркуляторная дистония. И он направлен на то, чтобы помочь этим людям излечиться без использования фармакопрепаратов и не дожидаясь операций. И практика показывает, что 90% выпускников этого курса достигают свой эффект и наблюдается стойкое, значительное улучшение их состояния. И артериальное давление приходит в норму, вес приходит в норму, повышается выносливость, энергичность. Таких пациентов. Ну и они, конечно, уже понимают, как беречь свое сердце, как укреплять его и как дальше действовать, как вести свой образ жизни. Поэтому изучайте, изучайте сайт, видеоролики, записывайтесь на консультацию, приходите в наш центр здоровья. Мы поможем вам обрести здоровье вашего сердца и сосудов.